это случилось прошлого года я терзала себя мыслями о том когда же начать вести свой видео канал видео на самом деле канал у меня существует уже давно я вкладывала туда можете кстати посмотреть свои творческие работы и чтение стихов от которых я получала тоже кайф и в том числе много комментариев потом я решила диана хватит думать пора начинать и делать поэтому я приветствую всех на своем канале поехали у каждого своя история и своя дорога идти по той же дороге не значит достигать тех же успехов но все предстоящие истории могут дать вам хоть долю полезной информации следующие минуты я хочу вам рассказать историю своего поступления вуз и поделиться несколькими фактами об учебе в университете начнем с того что еще в 15-16 лет просматривая программу на телеканале помню на каком телеканале программу майя бигбаева и другими словами я решила о том что хочу попробовать в будущем стать журналистом потом в течение девятых десятых классов я все больше интересовалась этой профессии в 11 классе стала редактором одной из республиканских детских газет благодаря союзу детских общественных организаций называется которая желез проработав один год в качестве редактора газеты в принципе я поняла что это прикольная тема и мне хочется дальше пополнять свои знания дальше учиться писать приобретать какие-то новые навыки благодарна родителям за то что они приняли мое решение мое желание и я подала документы на грант в евразийский национальный университет хотя у меня в принципе были возможности поехать в соседнюю россию за рубеж успешно сдала ент и сдала вступительные экзамены на журфакт который состоял из сочинения насколько я помню у меня была тема почему я хочу поступить на журфакт и второй этап это собеседование тет-а-тет с преподавателями ты сидишь он спрашивает твои причины поступления также на журфак твой имеющийся опыт я помню принесла вот такую стопку своих грамот достижений наград поэтому если вы будете поступать на журфак в будущем это будет большой возможностью для того чтобы попасть в число грантников не нужно тратить деньги родителей на обучение в вузе поэтому я осталась здесь и на сегодняшний день уже заканчиваю четвертый курс чему я безумно рада и первый факт это новый коллектив как бы это сейчас смешно не звучало но новый коллектив для человека пришедшего только из школы там где был дружеский коллектив с первого класса целых одиннадцать лет новая команда вообще новые взрослые люди все это влияет на психику человека и я бы сказала в особенности для тех кто приезжает из других городов как это было в моем случае когда ты покидаешь родителей тех с кем у тебя очень близкая связь с одной стороны это очень интересно новые одногруппники новые люди с которыми тебе предстоит учиться быть рука об руку как бы на протяжении четырех лет преподаватели кстати глубоко наплевать на то хочешь ли ты учиться будешь ли ты посещать занятий или нет и здесь ложится полностью ответственность на самого студента самый страшный период для первокурсников это первая сессия когда в группе где вот те же 27 человек из которых 25 девочки устраивает такую панику устраивает такое засорение группы на того что ты хочешь выучить и подготовиться к экзамену еще кипиш творится там и этот период он такой знаете и этот период такой о котором кстати я писала недавно своем посте перед тем как люди идут на экзамен у них в мозгу срабатывает такая штука и в принципе это нормально но нужно это выстраивать нужно это нужно это контролировать потому что чрезмерное переживание да она может негативно повлиять на исход и вообще к черту все за полку забудь то что ты учил днями ночами напролет еще очень большой совет который относится ко второму факту это делать все вовремя как удавалось зарабатывать автоматы написание конспектов вовремя отвечать по домашним заданиям приносить презентации все вовремя все очень пунктуально и связи с чем потом уже доверие преподавателя к студенту укрепляется и на итоговом экзамене в конце семестра он как бы зная тебя зная твои способности и желание действительно учиться хорошо ставит тебе автомат и затягивание всех этих процессов это не хороший путь к самодисциплине были такие студенты которые вместо своих конспектов приносили чужие корректировали писали свои фамилии и по идее блин преподаватель тоже не тупые такие люди чтобы этого не заметить и ошибка их выходила так что они зарабатывали минимальные баллы кстати по системе выставления оценок вы можете прочесть на официальном сайте евразийского университета в принципе все преподавателя относятся к студентам нормально осознавая и видя в них не то чтобы потенциал а вообще хотя бы желание и те кто действительно хотел хороших баллов они пересдавали или как-то старались выкручиваться во время экзамена но а те кто не способны они соответственно оставались налетники на пересдачи которые потом дополнительно платили еще 25 тысяч деньги по моему сколько я помню ну и конечно же бывает казахстанских вузах и вообще не только в казахстанских такие чудеса студент казалось бы не должен был проходить дальше учиться на курс из-за плохих оценок ты его снова видел это чудеса это всемогущие наши студенты со своими связями ну да ладно третий факт то чему обучает в университете просто супер недостаточно особенно в современном мире вы сами понимаете такой бум информации и в особенности для студентов журфака очень важно дополнительно много читать не только художественно классическая литература для того чтобы пополнять словарный запас но и быть в курсе событий сми количество сми точнее ежедневно растет и потребность в том чтобы знать три языка тоже на в нашей профессии растет поэтому но это вы сами выбрали свой путь хотите быть журналистом читайте много как я уже говорила никто не будет заботиться о качестве вашего высшего образования если вы думаете что после четырех лет вы найдете сразу престижную работу и все будут вас оценивать как в специалист супер уровня большое разочарование это даже после магистратуры многие люди не могут найти работы в этом случае практика для студентов в особенности журфака это просто все это я поняла после обучения на первом курсе когда пошла на практику на ктк две недели практики ты получил больше чем за год обучения в универе вот на первых вторых курсах вы зарабатываете себе баллы выстраиваете отношения с преподавателями которые кстати потом на третьем четвертом курсе и остаются вашими основными преподами именно поэтому к третьему четвертому курсу я грубо говоря перестала посещать пары ну как у меня были хорошие отношения с преподавателями и я подкрепляла это тем что стажировалась или же официально вот говорю начала работать на информационном сайте если преподаватели знают что вы действительно не обманываете не занимаетесь лафой не бездельничаете то они это ценят и в принципе относятся к вам лояльно и даже на экзаменах видя ваши результаты допустим вы приносите какие-то свои видео материалы или материалы на сайте они это видят факты и тоже это влияет на оценки поэтому цепляйтесь за все что вам предлагается если вам ничего не предлагается ищите сами лазейки пути для того чтобы уже хоть как-то начинать где-либо практиковаться стажироваться и безумно рада что на четвертом курсе мне досталась такая возможность вести программу на телеканале томикен бизнес который вы можете кстати посмотреть также реклама реклама четвертый факт будь готов к бюрократии мамочка дорогая это большущий просто бич образовательной системы мне кажется в казахстане да и не только наверное образовательной все четыре года вам нужно пройти столько кабинетов вы пойдете в один кабинет они отправят вас другой там вам скажут что вам нужно пойти в 101 101 мне окажется этого человека вам скажут подойти завтра после обеда и вот так все это крутится крутится и вырабатывается какой-то иммунитет сейчас это заново у нас все повторяется потому что мы заканчиваем вуз обходные листы написание дипломной работы прохождение норма контроля антиплагиата все это подкреплено еще столькими подписями и документами что просто можно сайт и сумма и тут мы плавно переплываем к пятому факту это академическая мобильность просто лучшее время за всю мою студенческую жизнь и лучшее решение подать заявку на эту программу программа академическая мобильность делится как бы на два варианта это вы едете за счет министерства образования и науки рк либо же за самостоятельность за самостоятельное финансирование ну мон рк там выделяет вообще минимум какие-либо копейки но за это тоже спасибо я долго не парилась с выбором страны у меня однокрупница съездила в литву на полгода и принципе была довольна помню в приоритете поставила литву было тоже вот столько просто бумаг это я не знаю это какой-то экзамен по сравнению наверное с первым курсом ну да ладно это того стоило диана согласитесь те кто был напишите где вы были в каких-то странах были я обожаю просто просматривать кадры видео фото с наших путешествий мы взяли покушать у меня шоколадный а у меня как называется вкус apple magic а вообще как называется с друзьями с иностранцами блин это это сердце обливается просто кровью кровью счастья так можно сказать так вот академическая мобильность это одно из счастливых времен студенческой жизни и я настоятельно рекомендую вам за время бакалавриата воспользоваться этой возможностью полгода в вильнюсе познакомилась со многими замечательными просто ребятами с которым мы поддерживаем по сей день связь и открываются так глаза на мир люди такие разные национальности такие разные у всех я не знаю пока человек сам не съездит мне кажется он не поймет и именно в этот период это был второй семестр третьего курса я поняла что путешествие просто вот это имею ввиду плюс необходимая часть в жизни каждого человека который хочет развиваться ну конечно же кроме получения знаний и пополнения своего багажа успевать тусоваться успевать заводить заводить новых друзей успевать гулять и наслаждаться студенческой жизнью все чего вы действительно хотите на это у вас обязательно находится время поэтому именно в студенческие годы мне кажется у человека юношеский максимализм просто прет желание ритм движения я не могу однозначно сказать какую именно роль сыграла высшее образование в яну в моей жизни но то что она сыграла это однозначно и все это время мне кажется это период некой трансформации себя как личности и самое главное не забывайте дорогие студенты и вообще те кто может быть уже закончил универ или только кто будет поступать нетворкинг отношения ваши к людям я все-таки глубоко уверен в то что то как вы относитесь к людям то вы будете получать и обратно совсем иногда бывает такое что это неправда но таким образом какие через какие-то там барьеры и преграды мы все равно меняем свое мышление как правильно выстраивать отношения как правильно применять коммуникативные навыки капец я сейчас просто сижу и представляю что уже четыре года прошли и и как эрудированные люди они ценятся всегда поэтому если вы учитесь в институте не теряйте попусту времени начинайте совмещать начинайте учиться совмещать делать разные дела это отличная возможность чтобы работать над своим тайм-менеджментом выстраивать какие-то придумывать свои новые привычки если у вас есть какие-то вопросы пишите мне в комментариях подписывайтесь на мой канал будем расти с вами вместе